Здрасте по-хайдаровски. Едва в клинике скандально известного хирурга Тимура Хайдарова прошли обыски. Как задержали, предъявили обвинение двум его коллегам. Предположительно, это заведующий хирургическим отделением Илья Елагин и врач-хирург Камерлан Кадзаев. А саму звездную лечебницу опечатали. Клиентов она пока не обслуживает. В чем обвиняют мастеров пластики и когда они предстанут перед Фемидой в материале Галины Фунгуреевой. Кабинет врачебной сменили на кабинет следователя. На заретушированных фото сотрудники клиники пластической хирургии. Несмотря на то, что лиц на снимках не видно, столичные СМИ практически мгновенно написали об их личностях. Скованные железными браслетами, если верить изданиям, Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Оба работали в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова. Звездный врач приложил руку к созданию аппетитных форм многих российских знаменитостей. Ягодицы, губы и постройневшие талии одних ярко блистали под софитами. Искалеченные и узуродованные формы других доводили до отчаяния. На клинику посыпались жалобы и претензии о некачественных медицинских услугах. У меня постоянные какие-то боли, то подмышкой, то жжение. Сейчас эти новообразования не лезут и самое главное, да, это исключить какие-то там онкологию и так далее. Сделали операцию, прошел месяц, я увидела, что у меня подвисают руки, что у меня, значит, грудь одна стала каменная, стала разных размеров мясник. Он мне просто изрезал руки, у меня все было в шрамах и швы не заживали. А этой зимой скончался один из пациентов клиники, московский продюсер Петр Гаврилов, друг Хайдарова. Зимой шоумену сделали операцию по шунтированию желудка. Мужчина шел на поправку, его даже выписали домой. Однако вскоре состояние пациента ухудшилось. Он впал в кому, затем скончался. Следственные действия с задержанными связывают со смертью шоумена. Вызвал скорую, скорая приехала, я не знаю, что они там предлагали госпитализацию, не предлагали. Неудивительно, что в клинике началась череда проверок. Хотя сам известный хирург утверждал, что они и плановые. У специалистов Росздравнадзора появились вопросы к качеству оказания медпомощи по профилю пластическая хирургия. Грубые нарушения касались лицензионных требований. После иска Росздравнадзора в суд деятельность клиники приостановили. По моим сведениям, там больше 70 человек просто из урода в ану. Это беспрецедентный случай. Такого никогда не у нас ни в мире, такого нет. Сейчас помещение, где внешность всех страждущих доводили до штампованных идеалов, закрыто. На месте нам рассказали, что это помещение мастера, пластики и эстетики арендовали у соседнего медучреждения. И видели, как из здания вывозили оборудование, а сотрудники покидали свои рабочие места. На входе в клинику баннер с рекламой чудодейственных манипуляций, которые обещают несомненное омоложение и оздоровление организма. В корзинках аккуратно свернутые бахилы. Однако пылица это все еще с апреля 27 числа. Вход опечатали приставы. Известно, что задержанных, а это предположительно заведующий хирургическим отделением Елагин и врач-хирург Кадзаев, следователи сначала вызвали на допрос, а после задержали и предъявили обвинение. 45-летним заведующим хирургического отделения IQ-пластик и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы и очные ставки. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанные с лишением свободы. В четверг фигурантам уголовного дела изберут меру пресечения. Галина Хунгуреева, Леонид Орончиков, Дмитрий Степанов, Москва, 24.